1751 избирательный участок работает в дни голосования. Еще 15 участков временные. Они разместились в лечебных учреждениях и аэропорту Курумыч. За легитимностью избирательного процесса и соблюдением закона на всех его этапах следят независимые общественные наблюдатели. Прямо сейчас наша съемочная группа находится в центре общественного наблюдения за выборами. На связи с нами корреспондент телеканала Самара ГИС Галина Топилина. Как организована работа центра, сколько участков на этих выборах обеспечены видеонаблюдением? Галина, вам слово. Андрей, здравствуйте. Мы действительно находимся в центре общественного наблюдения за выборами. Здесь в круглосуточном режиме следят за обстановкой на избирательных участках специально обученные люди-видеонаблюдатели. В основном это студенты юридических факультетов самарских вузов. 175 избирательных участков обеспечены видеонаблюдением. В помещениях 47 территориальных избирательных комиссий также ведется видеонаблюдение. Видеофиксация же ведется с каждого избирательного участка региона. Изображения транслируются сюда в центр общественного наблюдения, выводятся на большие экраны за моей спиной и в ноутбуке видеонаблюдателей. В любой момент запись можно пересмотреть, если есть такая необходимость. Ну а наблюдатели следят за соблюдением закона в ходе голосования. Андрей. Галина, скажите, пожалуйста, а кто курирует работу этого центра? Вам слово. Курирует работу центра общественный штаб по независимому общественному наблюдению за выборами. И прямо сейчас рядом со мной находятся представители этого штаба. Они готовы пообщаться с нами и рассказать о том, как проходит избирательная кампания, как проходит голосование на выборах. И есть ли какие-то нарушения на данную минуту. Этот вопрос я адресую сопредседателю общественного штаба по независимому общественному наблюдению за выборами Виктору Владимировичу Полянскому. Спасибо. Эти выборы неординарные, но хотя бы потому, что они третий в течение года масштабный для нашего региона. И это накладывает, конечно, отпечаток на поведение и организаторов выборов, которые должны были в системном режиме сформировать необходимое количество избирательных комиссий, обеспечить подготовку участков для голосования, мобилизовать общественников для определенной работы своей. И особенно это касалось общественной палаты, которая в соответствии с законом обладает правом контроля за ходом голосования. И вот этот вот общественный контроль, он у нас отработан уже достаточно убедительно и эффективно. Соответственно, проходила подготовка из числа в основном активных граждан, которые не первый раз уже посещали выборы и ошляли наблюдения за ходом голосования. Но мы дополнительно проводили обучение, и они были готовы к любым неожиданностям на избирательных участках в течение всех трех дней голосования. И в том числе сегодня, вот я лично бывал на двух участках, мы общались с наблюдателями от общественной палаты, но мнение которых я могу представить так, что голосование шло в штатном режиме, никаких препятствий для реализации нашими гражданами избирательного права не было, они свободно выражали свою волю, и при этом избирательные комиссии позаботились о том, чтобы и даже те наши граждане, которые в силу каких-то обстоятельств ограничены в передвижении, могли реализовать это свое активное избирательное право. Но в частности у нас открыты были временные избирательные участки, их 15, один участок в аэропорту, 14 в больничных учреждениях. И вот, как я могу сказать, обстановка благожелательная, там сама атмосфера такая, которая явно не связана с какими-то ожиданиями каких-либо происшествий и так далее. И все участники избирательного процесса ведут себя в рамках закона, в рамках добросовестности, и эти принципы лежат в основе работы по всей нашей Самарской области. Я думаю, что если говорить о нарушениях, я могу сказать, что были сообщения отдельные, но когда начинаешь заниматься фактурой, то оказывается, что некоторые не привязаны ни к территории, к месту, ни к субъектам, ни к объектам, ни к тем обстоятельствам, которые бы свидетельствовали о нарушении именно закона. Поэтому в большинстве своем это не нарушения, это предположения, которые не влияют на ход голосования и, конечно, на результаты голосований. Ну и надо сказать, что в целом нет у нас сомнений в том, что наши граждане продемонстрировали уже на данный момент, учитывая какая достаточно высокая явка, высокий уровень гражданственности и ответственности. И хоть и ожидания были связаны с тем, что будет не очень высокая третьи выборы, но население понимает, что выборы, в первую очередь губернатора, это определение судьбы нашей области, поскольку такого уровня руководитель он будет определять сообразным, например, конституционным положением нашу внутреннюю и внешнюю политику в рамках региона. Поэтому выборы завершатся, я уверен, благополучно. Благодарю вас. Рядом со мной сейчас находится еще один эксперт, член общественного штаба по независимому общественному наблюдению за выборами Лев Викторович Долонько. Лев Викторович, расскажите, пожалуйста, отличается ли эта избирательная кампания от других? Ну, первая особенность заключается в том, что на настоящую минуту ни избирательная система, ни субъект общественного контроля нарушений действующего законодательства не зафиксировали. Второй очень яркий момент, особенно это ярко проявляется в кампании 2021 года, это практическое отсутствие и в сети интернет, и в различных мессенджерах каких-либо сюжетов провокативного, либо откровенно фейкового характера. Для сравнения, в 2021 году штабу общественного наблюдения опроверг более 350 таких фейков в сети интернет. Ну и третья особенность, которая выгодна на настоящую минуту, отличает Самарскую область от ряда субъектов в федерациях, это высокий уровень политической культуры всех избирательных объединений, которые выдвинули своих кандидатов на выборные должности. Не секрет, что председатель ЦИК России Элсон Панфилова уже отметила, что в ряде регионов отдельные избирательные объединения ведут себя таким образом, чтобы максимально спровоцировать, скомпрометировать и дестабилизировать избирательную систему, заваливая ее абсолютно несоответствующими действительности фейковыми жалобами. Спасибо большое. На данную минуту это вся информация. Мы продолжим следить за работой Центра общественного наблюдения. Я напоминаю, что в 20.00 с закрытием избирательных участков работа видеонаблюдателей продолжится. Их внимание будет приковано к подсчету голосов. С прямым включением из Центра общественного наблюдения была Галина Топилина. Андрей, вам слово. Да, спасибо, Галина. И спасибо нашим экспертам. Ну а мы вернемся к нашему выпуску.